Сегодняшняя экскурсия к любопытному такому геологическому образованию именуемого как Александровский грабень начинается с окраины станицы Саводская, станицы Саводской вдоль берега Волги я пойду. Первое что мне встретилось это кладбище. Встреченный и провожаемый лавим собак последнего дома я оказался среди памятников, веночков, кладбища. Здесь похоронены не только местные жители, но и погибшие в гражданскую войну, скончавшиеся от ран велико-отечественную. К сожалению, нашел место захоронения учительницы, повешенной в школьном дворе белогвардейцами в 19-м году. В следующий раз через кладбище не пойду. Заброшенность виденных скорбных комиков угнетает. Хотя внимание на себя обращают отдельно стоящие столбы из песчаника без надписей. Такого способа захоронения якобы придерживались члены одной из сект. Что-то отдаленно упоминающее остров Пасхи. Долгий мой путь, а это 4 километра грабины к месту восторга. Шел через два высоких холма, именуемых Шиханами. С них открываются отличные виды на Сувацкую, просторы водохранилища, степь. К большому сожалению, местное озерцо, образованное в результате подвижек в толще осадочных пород, в этом году без воды. Целое лето стояла неимоверная жара. Так что взгляд радует местный Байкал, лишь сохранившийся зеленью тополей, высаженных местным лесником, до одинокой коровкой на обнаженном дне озера. У подножия Шиханов идут две полевые дороги. Целина, непахотная земля, песочек, пырей, ковыль, полынь, синеголовник. Тысячи и тысячи лет назад возможно такая же была степь. Одна из дорог поднимается, на Шихан, чтобы вновь позволить мне полюбоваться панорамой, освещенной палящим солнцем. На Шиханах, среди сухой травы, редких хустиков шиповника, можно встретить ямы до метра глубиной. По рассказам местных жителей, здесь во время Великой Отечественной войны стояла зенитная батарея, охранявшая станицу и суда на Волге от налетов немецких самолетов. В 1942 году бомбивших за многие километры от Сталинграда и эшелоны и госпиталя и отдельные машины, переправы, железные дороги. Прогулка по Шиханам, простор Волги и степных далей, конечно, требует усилий, трата времени, но это своеобразная плата за встречу с чудом природы. Чем труднее путь, тем слаще встреча. Параллельно со мною, ну меня, конечно, он обгонит сейчас, движется по водохранилищу «Танкер». Он входит в светлую полосу воды, становится очень фотогеничным, наверное. И вот оно чудо. Таких повторений красок, таких линий, форм, которые создали за миллионы лет вода и ветер на поднявшихся из глубин земли морских отложениях Волгоградской области нет. Слой красной глины, красной глины, слой, изрезанный водяными струями, высушенный ярилой солнцем, так и просится на видео и фотосъемку. Ге-ге-гей! Где вы, художники с мольбертами? Здесь бездна натура для вас! Хотя здесь может находиться и лагерь подготовки космонавтов, отправляющихся на Марс. Слой красной и светло-серой породы, поднимающихся вертикально на десятки метров над гладью Волги, это по-настоящему впечатляет. Да, место достойное для фотохудожников, для экскурсий, для путешественников. Место классное! Слой красной и светло-серой породы, очень много хлопотов. Слой красной и светло-серой, простой, холодильник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Представляет из себя шикарнейший пляж Место для стоянки сотен байдарок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Акула! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok